всех приветствую с вами я веган христолюб с вами сегодня очередное видео из серии видео на моем канале не веган потому что у нас прошлое видео и сегодняшние такие более-менее не кровавые устаешь тоже от этого потому человек и веган что них не хочется прикасаться ни с какими ужасами смерти и эксплуатации животных но естественно все эти вопросы разбирая и в общем-то об этом не веганом убийцам трупожором и проповедуешь перестанете убивать насиловать мучить животных но предыдущий вопрос был о сои помните да кто нет посмотрите что выращивание сои якобы вредит окружающей среде поэтому веганы негодяи потому что много употребляют сои а сегодня у нас 26 уже из 30 по версии Эда Винтерса это землянином оправдание или вопрос что веганская еда скудная и дорогая мы сегодня об этом с вами поговорим немножко пару видео отдохнем от кровавых бой и ответим на такие оправдания отговорки не веганов не становиться веганами веганский рацион слишком скудный а еще это дорого я никогда не смогу себе позволить так питаться это довольно распространенное предубеждение о веганском образе жизни хотя оно совершенно не соответствует действительности здесь с Эдом нельзя согласиться сейчас мы обо всем этом разберем конечно я думаю что тут уже на все кто меня слушают веганы не веганы думаю так должны это признать но мы об этом поговорим что действительно это настолько нелепый не знаю аргумент да ну конечно я думал какой значок там к видео подобрать сам это оправдание тут видите как несколько иллюстраций под собрал все-таки они как-то влияют на визуальное восприятие человека очень часто конечно когда с людьми говоришь о веганствами да не час не очень часто всегда эта картинка я даже такую по моему подбирать не стал такой наверно не туда и на значке пунда другую поставил я что-то не помню значок делал несколько дней назад он там это какой человек с травой во рту да вот это железное эти травоядные что значит травоядные демир изобилует бог сделал растительной пищи замучаешься перечислять сколько всего в мире а уж в современном то мире самолетов поездов и пароходов где в каждой точке мира есть все с любой другой точки мира то этот вообще я не знаю о чем можно говорить то а уж игры если кулинарию еще добавляем то тут вообще когда-то из любых одиночных ингредиентов делаешь чуток не делаешь и меняется вкус огурец по-своему вкусный помидор по-своему салат из огурцов по-своему вкусе иногда устаешь от одного там я вот люблю там салат с одной стороны надо тоже уже один и тот же салат помню летом делаешь там овощной ешь все просто в по отдельности потому что у помидора свой вкус нереальный огурца и так далее да но опять все же не сводится к овощам это как я сейчас опять начал говорить да муж кому-то показаться конечно все это бред просто оправдание это просто опять глупость тупость трупожоров и нежелание просто даже поразмышлять над этим вопросом игры и все время вот этот образ в голове у них что веган это вот с травой во рту это конечно бред полный бред давайте посмотрим действительно ли у веганов ограниченный рацион будучи веганами я ем ту же еду что ел раньше это даже вот сразу перешел к этому но и принципе я сказал тогда дополнил его то скажу даже если взять не кулинарию а просто действительно отдельные продукты ну или элементарную кулинарию уж огурец с помидором в одну миску накрошить можно и даже кулинарии можно не считать да вот такие легкие вещи или когда ты там варя гречку в нее там не знаю сушеных или свежих как я делаю там этих грибов ну я сушеный там покрошил до перчика там поперчил немножко да что-то добавил или там это все разве ты что-то сильно сделал грибы с гречкой большое блюдо что ли великое там чесночку туда целыми головками как я там хоп чуть добавлю для вкуну все приправы можно даже назвать там да если ты там укропчик заморозил или засушил там тоже след это что и кулинарицы такой я вот я себя не называю кулинаром да ну что тоже готовлю но даже обыску кулинарии не взять настолько элементарные вещи что с ними ребенок справиться вот поэтому я тут это получается даже добавила вот он сразу переходит что действительно давайте посмотрим веганов ограниченный рацион и нет будучи веганом но на себе говорит да я им ту же еду что ел раньше я и макароны с сыром запеканки карри лазанью жаркое печенье кексы чизкейки все то же самое что и раньше разница лишь в том что сейчас я вначале сказал да мы читаем тексты некоего это землянина и до винтерс из проповедника и активиста веганство вегана самого до из англии вот он о себе рассказывает я пользуюсь его текстами нашей стенографии сольга его видео выступление вот он себе рассказывает да живя в англии большом городе разница в том что сейчас я им эти блюда в веганском варианте я использую соевый фарш вместо фарша из тел коров я ем ореховое мороженое место обычного дата молочного жареного цыпленка из сейтана соевые заменители мяса я им огромное разнообразие пищи став веганом я наоборот разнообразил свой рацион различными ингредиентами после того как я стал веганом я полюбил готовить мне появилось больше разнообразных рецептов так что веганское питание совершенно не скудное будучи веганом вы можете продолжать готовить свои любимые блюда вам только нужно внести в рецепты небольшие изменения чтобы сымитировать любимый знакомый вам вкус и ароматы ну вот это он со своей колокольни живя там в англии в большом городе вроде как там я не знаю где он там сейчас тем более живет но на момент написания наверно это не знаю короче дед живет там да мы с ним не знакомы переписку не ведем насколько я так видел и понял живет он там где-то в городе да вот и плюс в разных странах свои дистинки традиции плюс-минус на все одинаково да но все-таки есть разница и вот он тут рассказывает конечно каких-то там мясах фаршах чизкейках мороженых но я вот веган за себя скажу русский парень из деревни я не ем никаких чизкейков мяс фаршев там до соевых ореховых мороженых и живу спокойно и радуюсь жизни на и простом веганском и не на сыроедеском а вот именно на веганском просто цельно как я называю но есть такое понятие цельноплодовом питании и то как и решение цельноплодового могу цельноплодового могу из них что-то комбинировать по самым простым вариантом и ничего радуюсь жизни все очень вкусно и и прекрасно но я радуюсь это с чистой совестью с чистым сердцем потому что в жизни никому не причиняю зла моя жизнь и деятельность моя жизнь не не продолжается радости в этой жизни удовольствие получаемой тоже сам еды не получается у меня за счет чьих-то страданий слез и вплоть до самой смерти еды навалом еды просто навалом вот самые обычные самые цельные самые первичные еды овощи и фрукты орехи крупы когда начинаешь от на прям списка составить конечно забываешь дом счет и ешь то да всего навалом и я вот именно ну и плюс я в россии ну конечно что тоже покупаю уже готовые кулинарные изделия и плюс веру странах может где-то развита там есть большой выбор и это надо в основном большой город конечно в россии это не вообще не развита нас веганство а уж если ты дальше отъедешь от москвы и петербурга вообще другая россия уж если ты заберешься в райцентр и все понятно там этого нет но в любом магазине есть всегда и продукты пусть формально не официально не маркирующиеся веганскими на это веганский потому что нет ничего до из продукта животного происхождения их потребляет точно так же трупажоры вот плюс не говоря в том что действительно может там при засилии православия пусть и формального в той же самой россии да а у них половина дней в году но опять же формально постный там кто соблюдает кто нет но все-таки чего не говори спрос рождает потребление и эта продукция на рынках присутствует я говорю у них у них реально полгода в году это постные дни а значит продукция есть на прилавках есть длинные посты из короткие однодневные это продукты пошла пользуются популярности она есть в магазинах и они там не думают уже толком когда у них там конкретно после он просто лежит и все возьмите какие печенье прямо так называются постный на них там на это ну поняли не маркировка именно прессовка там постные печенье обычные самые простые на основе пшеницы и и воды те же самые лаваши которых я рассказывал до овсяные печенье которые все покупаю люблю там ничего нет они абсолютно постные без всякого молока тому чего-то ну есть разные конечно добавки поэтому ты просто немножко выбираешь смотришь конечно анализируешь вот хотя у нас развилась когда ты советских магазинах нам действительно где-то там увидишь это не молоко какой час она есть причем этот производитель настолько влез во все эти не знаю кто там основатели трупажор или нет я не удивлюсь трупажоры но действительно съесть бренд такой как не молоко ничего пока не выпускает кроме вот этого не молока как бы противовес молоку ничего больше не делает и он есть в любом сейчас доступном магазине вот по крайней мере последнего сколько уже лет пять нами молоко появилось чем единственно себя было вообще одно потом они стали разнообразить и овсяная риса и гречневая и вот шоколадная которая люблю и фруктовая которая стал покупать все это напитки по сути их так называют конечно просто какие-то напитки чтобы уже не придумывать разные названия все это просто под одним брендом вот фруктовая в каши добавляю который делаю риса тоже это овсяную с фруктами сухофруктами вот туда еще когда разбавляю как раз подогревать в мультиварке сделают из всего этого даже из простых вот можно как раз такого как я послушать с кем-то поделиться и живу в россии ничего у нас это вообще не развито и живу в селе где нет этих веганских магазинчиков со всеми этими сырами как тут и от пишет до лазаньями там по-вегански ничего нет живешь питаешься здоровые экологически чистый стараешься как раз если сам выращиваешься это сады и огороды да то вообще кайф выращиваешь сохраняешь сушишь солишь морозишь чё еще на то ну такие вещи как хлеб там уж сам тоже ты вплоть до того делать и выращивать пожалуйста рожь и пшеницу тебе и сидера ты и собрал еще и потом сделал тем более в современном мире когда чё только нету и мукомолок я не все это хозяйственного по 220 вольт бытовые приборы насыпал туда эти зерно прям сам буш делать без всяких там отбеливания этой муки и без сил все буш есть самое самое натуральное и никаких усилий не надо чтоб тебя там рожь взошла и не надо там как это фильмах там тоннами все это собирать тебе надо совсем немного человеку если у вас семья соответственно значит есть помощники те же сами дети их тоже надо привлекать к садоводчество огородническим делам а как же где так и живут люди нормальной земли просто люди от этого отвыкли от всего или уже для них кажется дикостью эти ты самая норма жизни как раз поэтому нож при желании это в семье я говорю при кухне все это можно конечно делать теперь давайте перейдем ко второй части веганского ко второй часть аргумента веганские продукты просто скудные но еще и дорого стоит правда ли это что быть веганом дорого тут это все скажет давайте просто почитаем еще я потом еще раз переживаю первым делом стоит сказать что основа рациона веганов это рис чечевицы макароны картошку овощи зерновые бобовые это самая дешевая еда в любом магазине поправлю сразу слушать орехи конечно не дешевые но они не дешевые веганские я обожаю орехи вы их подите купите кроме арахис который даже не орех по сути он и хоть и называют зимным орехом но и дубов бобовые самый дешевый орех какой грецкий получается это потому что ты на растет в нашей широте и можно как это самому вырасти в сезон собрать на современный сколько 200 рублей килограмм по моему 250 самый дешевый а дальше так извини они вкусные я обожаю фисташки кешью да и этот сибирский ты как эти кедровые орешки да по полторы тысяч купе их макао или как вот эти то кто знает я их вообще никогда так и не пробовал на так купить хоть пару штучек вы знаете там что-то какие-то раскалывают через кружочки я обожаю орехи конечно кешью фундук но у нас опять же вроде как можно вырастить но я постараюсь тоже в прошлом году хоть по одному саженцу посадил вот когда вырастет теперь орехи а так они для всех дорого стоит но я в том плане ты в россии да со средним классом в 17000 рублей позволь себе орешки я вот кроме но вот грецкие покупаю как орех на даже арахис раньше думал что и арахисом заменяю орехи так не заменяю рацион свой разноображен нет это же баба вы поэтому я их и люблю все раньше думал почему мне они сырыми нравится я стараюсь жареные не покупать да то что не покупать могу и жареных взять хотя их можно самому и пожарить но дело не суть это баба вы да как горох это восполняешь другую область пищи ну грецкий покупать чуть-чуть в кашу там добавляю когда это делаю круповые с фруктами вкусно очень тоже там три-четыре орешка добавляю в общий чан куплю кулек ну хорошо вот так самому тебе одна удивишь грецкие видели грецкие орехи что это такое то такое деревеще красота конечно фундук красота рос бы свой что еще надо причем все в деревне земле всех живет все это можно вырастить если бы родители детям передавали это золотое наследие сад и огород это было вообще счастье а у нас вот так вот живут все абы как непонятно как потом человек познает достигает до истины чтоб потом жить еще тут целая проблема на потому что помирать когда все сделаешь а сделаешь твоим детям ушедшим не в ту сторону от ничего не надо вот так вот зерновые дешевым и это самая дешевая еда в любом магазине действительно по веганская еда если брать вот как я вам сейчас то что сказал том чем вот я питаюсь это крупные плоды круп цельные как там правило говорится цельно зерновые лицель на вы поняли когда говорят я чуть забыл фраза как говорится там цельноплодные его продукты самый дешевый продукт дешевле веганских продуктов этих цельноплодных и первоисточников ничего не стоит все крупы это все самое дешевое а самая дорогая еда это рыба мясные и молочные продукты поэтому будучи веган вы будете тратить меньше денег на продукты ведь обычно сама дешевая еда в магазине это именно веганская без бренда вот как мы о чем с вами говорим а самая дорогая не веганская это уже мы употребляем эти слова уже со стороны вегана говорит веганская не веганская а если даже глазами трупажора посмотреть он точно также потребляет веганскую продукцию он гречку с гуляшом делает но гречка ты веганский так назовем с нашей стороны продукта так что утверждение о том что веганство это дорого это конечно миф это миф опять оправдание отговорка и туфта конечно веганские продукты дороже не веганских только если мы говорим об аналогах животных продуктов тут это абсолютно прав чуть куда-то опять у меня уехала только если мы говорим об аналогах животных продукт например куриные наггетсы будучи дешевле дешевле кури например куриные на диски на диски будут дешевле веганских наггетсов но это вопрос спрос и предложения это в этом разбирается сразу видно я тоже разбираюсь в экономике все что он сейчас скажет абсолютно соответствует действительности чем больше людей будет покупать веганские на диски на диски тем ниже на них будет цена мы уже были свидетелем того как это работает во многих магазинах он рассказывает об англии я уже вам сказал дать человек живет в англии во многих магазинах но закон рынка и экономики работает везде во всем мире абсолютно одинаково в человеческом обществе во многих магазинах котлеты из соевого фарша стоит столько же а то и дешевле у них уже ведь по крайней мере чем из коровьевого тоже и с мороженым теперь веганское мороженое стоит столько же сколько и молочная цены постоянно снижаются поэтому с каждым днем быть веганом все проще дешевле веганский образ жизни становится более доступным в некоторых магазинах великобритании соевое молоко сейчас дешевле коровьего и такая тенденция будет продолжаться кстати соевое молоко тоже есть у это сейчас в линейке не не молоко которая есть в россии но она вообще мне не зашло я говорю соя на все невкусные если там я опять с приправами со всеми на свете готовить может там котлеты вкусные но я не знаю так в живом она видели вот тоже сам молоко да но вообще какой-то так все цены постоянно снижаются поэтому с каждым днем быть веганом все проще и дешевле веганский образ жизни становится более доступным в некоторых магазинах великобритании соевое молоко сейчас дешевле коровьи так и тенденция будет продолжаться чем больше людей становится веганами покупать веганские продукты тем ниже цена на такие продукты чем меньше людей покупают мясо и другие животные продукты тем выше цена на них это закон рынка я ведь даже жирным шрифтом по выделял вопрос просто предложение закон рынка эти слова так что веганские продукты вовсе не дорогие особенно если вы покупаете цельные продукты хотя теперь и заменители животным продуктом становится дешевле я не буду вам читать лекцию по экономике вот кто понимает нет словам эти надо ли поверить разобраться и в этих вопросах если вам интересно почему цена на продукт понижается когда есть минимальная конечно планка это понятно всего потому что в любой продукт вкладывается все расходы от его начала производства до конечной реализации но когда мы сравниваем сейчас и от этого это и самый основополагающий вопрос его конечно тоже надо понимать это точно также даже вы вкладываете когда если вы сами клубничку себя на огороде выращиваться все равно туда вкладываете все свои растраты время деньги если вы там затрачивали и сколько вам надо на существование жизни потому что это есть ваша жизнь и туда вкладываете даже вашу электроэнергию в частном доме потому что вы живете вам на это надо жить да вы все это вкладывать пусть это ваш домашний бизнес вот а по поводу все это когда идет в конкуренции разных продуктов там все очень просто то что основная масса продуктов всегда завышена и туда вкладывают еще плюс потом сколько хотят накрутить вот это вот сколько хотят накрутить от минимально она бывает в иксы до в разы от этих от на это себестоимости товара это всегда так это называется прибыль или сверхприбыль и поэтому конечно же но при этом при производстве веганского не веганского все одинаково допустим уходит у вас один человек одна 10 метров квадратных рабочих плюс минус это одна продукция первоначально ну пусть даже веганская там подороже это молоко до чем рис который ты покупаешь и в молоко там в молочную субстанцию превращаешь там сжимая вот но на производство мороженого уйдет столько же но так как тот может больше пропустить и на противне много там места туда много можно чего положить но нету большого спроса и ты целый против всего лишь там выпечка отпустили я против не назвал или это там стаканчик молока ты всего один хотя там много места по стаканчику тебя получается то же самое что тот затратил там на 100 стаканчиков у него там эта ячейка идет ты всего что спрос есть на один стаканчик есть человек, который каждый месяц покупает это мороженое веганское. Ты весь этот процесс производства из одного стаканчика запускаешь. Соответственно, ты все эти деньги вложил в этот стаканчик. И это дорого стоит. Вот и все. Поэтому действительно, если бы это потреблялось, цена бы приходила к адекватной. И наоборот. И плюс это бы перебарывало вот это животное. И люди, многие, действительно, ради как раз экономии на веганском, даже вот таком разнообразном питании, говорят, слушай, да можно и так, и так. И люди покупали бы подешевле. Это факт. И сейчас из-за маленького спроса. Вот именно. Это лишь говорит опять... Это, кстати, этот закон может сказать что-то о том, что действительно веганов не так много. Аж если бы было, они бы магазины, производители искали бы эту альтернативу. Нет спроса, по крайней мере, возьмите Россию. Раз нету веганских продуктов, нету, значит, на них спрос. Значит, веганов в России очень мало. Это факт. Потому что это все работает одинаково. Были бы опросы, все это было бы. Это было бы много обсуждалось бы. Если бы веганство в России было сильным движением уже, это бы на каждом столбе говорилось об этом. И мир бы менялся во всех аэросферах жизни. В том числе и в питании. Потому что те, кто зарабатывает, они к этому очень чуткие. Они держат руки на пульсе, что надо. Тем более у них там нереальная конкуренция. Они всегда стараются узнать, что нужно покупателю. Вот так вот. Если бы они увидели, что мясо вообще перестают брать, они бы стали бы опросы проводить. И исследователи. Все они не сами не заказывают. В исследовательских центрах все это делается. И они этим занимаются. Ну, кто работал в этих сферах, тот меня поймет. Вот так вот. И поэтому действительно, вот если бы было много бы, все это только потому, что вот это никто, конечно же, причина в чем опять, никто не хочет себя начинать, себя жертвовать. Да, вот именно отказаться от этих вкусов. Вот когда бы все, ну тогда, ну ладно, тогда я. А сейчас я не хочу участвовать в этой революции, в этой победе. Да, ведь это всегда какая-то жертва. От себя что-то оторвать надо. Да. Я присоединюсь, когда уже там уже все переломится. Ну, там и я на весы встану, дополню. Вот это, к сожалению, беда. И теперь давайте рассмотрим еще один вопрос, который часто задают веганам. Почему веган имитирует продукты? Ну, вот интересно, такое можно было в отдельной выделить. Ну, видите, Эд все это в одно собрал. Ну, в принципе, у меня тоже, наверное, нет желания. Это вопрос такой, он даже, даже не в ответ труппажор. Знаете, как вот мы с вами поговорили на 25 минут это пиес, после словия. Это можно было просто порассуждать. Это вообще, знаете, вопрос или мысль, относящаяся вообще к кругу веганов уже. Тут уже не ответ. Так что все не веганы могут уйти, а знаете, как в этих сектах. Все, кто пришли послушать, все уходите. У нас есть своя тусовка, да. Мы послушали, проповедовали. Вот так это. Давайте рассмотрим еще один вопрос, который часто задают веганам. Почему веганы имитируют продукты животного происхождения? Зачем веганам бургеры, колбасы и хот-доги? Ну, Эд говорит все просто. У сосисок и бургеров нет формы частей тел животных. Когда вы разделываете животное, у него внутри нет колбас и бургеров. Вы сначала измельчаете их плоть, а затем формируете котлеты или колбасы. У котлеты или колбасы очень практичная форма. Пищу такой формы удобно есть. Тут я с Эдом соглашусь. Действительно, ну, здесь ничего такого нет, потому что все, что делается уже из чего-то. Яблоко ты ешь, многие даже яблоки режут, потому что не хотят рот широко открывать, пытаясь его откусить, хотя можно и маленькими кусками. Но бывают огроменные продукты, даже фрукты, яблоки. В рот не возьмешь его. Настолько у него там округлости-то нет. Одно дело такое, откусывать яблоко, другое дело от такого. Помню тоже, особенно в детстве эшгэш-пастер рвется. Это есть такое, да. Возьмите крупные овощи там, тыквы, патиссоны. Там вот такие бывают. По полметра в диаметре люди выращивают, да. Бывает такое. Поэтому, конечно, чем-то пользуемся, все это как-то делаем, да. По поводу формы, тут действительно, тут дело не в имитации, а в естественном каком-то, может, потреблении. У котлет и колбас очень практичная форма. Но есть, ведь помимо этого, мы пытаемся имитировать аромат и вкус животных продуктов. Поймите, мы не стали веганами, потому что нам разонравился вкус и вид этих продуктов. Мы стали веганами поэтическим и моральным соображениям. Но здесь это говорит от имени настоящих веганов. Все зожники, я говорю, как бы они себя веганами не называли, к сожалению, беда, вегетарианцами, это чистые воды и зожники. Они, к сожалению, просто хулят веганство. А также потому, что нас беспокоят вопросы окружающей среды, но в том числе, я говорю, веганы в принципе в себе вмещают и любовь к природе. Такие продукты хороши для тех, кто только стал веганом. Для тех, кто еще скучает по вкусу, аромату и внешнему виду когда-то любимых животных продуктов. К тому же, сама возможность быть веганом и продолжать есть любимую еду в растительной версии, которая не просто выглядит так же, но имеет тот же вкус, позволит другим задумываться, что нет ни одной причины эксплуатировать и убивать животных, когда мы вполне можем наслаждаться всеми своими любимыми блюдами и вкусами только в растительном их варианте. Но тут еще раз своими словами я скажу и от себя уже скажу. Это в принципе от себя. По поводу, конечно, то, что я веган точно такой же, как и Эд, а Эд точно такой же, как я. Я надеюсь, не многие, а все, кто меня слушает, хотя это вряд ли есть на мезожнике, что вы веганы, потому что любите животных, любите растительный мир. Хоть, чтобы вы, конечно, любили людей, потому что в веганстве это тоже беда с любовью к людям. По поводу вот этих вкусовых. С формой все понятно, действительно. Нет ничего, нет ни у кого права на истину. Нет ни у кого права на истину, ни на круглую, ни на круг, ни на квадрат, как даже геометрическую форму в жизни. Да, ни на образ, ни на вид, это все красота. И вообще все, что в мире есть, бытие, оно никому не принадлежит. Ни у кого нет никаких авторских прав. Если, особенно вот именно уже в этом утонувшем в дерьме мире, много чего исказили, и все это со злом как-то связано, да, как мы с вами разбирали даже подобные вопросы, гитлер-вегетарианцы, это не знает, что все, что теперь, если бургер круглой формы, что теперь любой бутерброд, который ты сделаешь в виде круглой формы, они в уроке квадратные есть, квадратные хлебцы, трупажоры делают и квадратные себе бутеры, какая-то, что теперь нам, веганам, что теперь, суперформу изобрести, ты не изобретешь, чего уже все есть в этом мире, и дальше планет никуда не убежать, да. Все то же самое. Это, конечно, да, насчет формы, это там уже никто ничего не пытается даже под что-то имитировать, это просто нормально, да. Ты режешь, как и трупажоры, помидоры либо дольками, либо там ломтиками, как угодно. Или что, если он помидор в прикуску ест, теперь тебе нельзя в прикуску есть, наоборот, цельными. Вот это, конечно, глупости. По поводу вкусов и ароматов ситуация следующая. Это все правильно говорит. И только человек, либо врун, веган, скажет о том, что ему не нравятся продукты животного происхождения, за исключением, что ему действительно не нравятся. Мне и в растительном мире рассказывал с детства много чего не нравилось на природном уровне. И как я рассказываю, слышите, что чеснок, хоть я, как я говорю, в гречку вареную, когда варю, добавляю, но в живом, в сыром виде я его есть на физическом уровне практически не могу. Они разные еще бывают. Бывает чеснок более-менее такой прям совсем слабенький, бывает вообще ядреный. Я не могу есть все, что там, может, самый слабенький, там, чуть-чуть я могу съесть. Особенность он может где-то там раздавленный, в салате вперемешку. И то в салате вперемешку мне попадает, и у меня начинается какой-то аллергический, может, процесс чуть ли не распухания гортани. То есть мне хочется откашляться. Хотя я люблю чеснок, казалось бы. Люблю, когда он, даже вот и целиком его могу съесть, когда он там пролежал, я говорю, в соленья и огурцах там в банке, да, свою силу эту отдал, как-то в воде, он уже нормальный. Спокойно ем вот из вареных, когда он уже из этого рагу там или еще что-то, когда там гречку делал или рагу из разных там овощей. Вот. В детстве не ел персики, меня тошнило от них. Не мог переносить запах кукурузы. Сейчас только дай, как говорят, кого убить, дайте мне почата кукурузы, да. От персиков меня блевал в поезде, помню. У него ребенком запомнил один момент, как я еду, и мне от них плохо. Сейчас оторви меня от персика, который вот так насажал, вон, целый сад. Надеюсь, вырастет. Когда кусаешься, если сок течет по бороде. Так что это только если человек действительно там и вплоть до аллергии, на молоть, как говорят, на лактозу, там еще что-то. А я имею в виду, что, конечно, когда мы все до этого жили, тоже вкус, тоже продукт. И как я сам, конечно, все-таки пару раз пришлось попробовать. Меня угощали вот этими всякими веганскими заменителями труппажорской пищей. Вкус вообще не отличить. Я удивился. То есть, по сути, даже то, что там у мяса или все это молока похожие вкусы, оказывается, просто все. В мире есть добро и зло. Да, черное и белое. Вот Бог так все придумал. Действительно, есть полный аналог. Я к тому, что, конечно же, в принципе, тут еще Эд, может быть, не сказал. Я так понимаю, он это имеет в виду. И когда вот он говорит, что кто-то поест это и подумает, что вот смотри, можно действительно быть веганом и в этом себя, не приноси себя в жертву, отказываясь от этих вкусов, ароматов. Я так понимаю, ли он, ну или я добавлю, имеется в виду даже не сам ты, а твое окружение. Родственники, друзья, родители, дети, посторонние, ты, может, кафе открываешь с этой целью проповеди, да, веганская, чтобы вот людям показывать, что это все можно вот делать, да. И тогда, да, это хорошо, это здорово, лишнее для них будет, особенно на начальном этапе, может быть, да, чтобы он просто, потому что это, какие только заборы не стоят у людей из-за собственного эго, да, чтобы отказаться. Но человек, и это есть дело привычки тоже, да, многие вещи в нашей жизни, которые потом у нас нормой становятся. Сначала мы себя в чем-то пересиливаем, потом все нормально получается. Это как и ломка, когда алкаш пытается от алкоголизма избавиться, или наркоман от наркомании, да. Но это надо сделать. И, в принципе, помочь ему можно в этом, нужно, это будет правильным. Я не против таких методов, я об этом уже говорил. Вот. И по поводу вкусов. Я тоже всегда говорил, я понятно сказать, что там вкус мяса мне неприятен, я не могу. Он был когда-то приятен, я же не давился, не болевал от него. С радостью ел, да. Но я всем это рассказываю, все мне точно такие же в ответ откровения говорили, потому что все мы люди, все мы одинаковые. Я такой же как вы, а вы такие же как я. Единственное, я вот этих веганов, вот единственное, что я веганов, которые, если бы ты для других делал, да, у тебя кафе, рестораны, родственники, ты все пытаешься на них повлиять, да. И то больше, что ты себя в жертву будешь приносить даже этим, готовя им это, потому что, мне кажется, веган, даже не так опять выразился, не то, что мне кажется, но я убежден, что нормальный веган, если у него там верят, с психикой, все нормально, если он действительно настоящий веган из любви к животным, и в принципе, в природе, может, может, у них что-то другое в голове, я не знаю, почему я говорю, в принципе, может быть, если ты реально на природном уровне, что-то другое, тогда ладно, потому что, сколько я общался со своим, мысли вот эти высказывали, мне в ответ подтверждали, что у них то же самое. Идет ассоциация, ты идешь мимо шашлычной, у тебя идет ассоциация, и мало того, что ты идешь мимо шашлычной, знаешь, что это делают трупажоры, дома ты это делаешь, у тебя в автомате, идет ассоциация с бойней, и она у тебя в глазах, в уме представляется, с молоком, совсем то же самое, тебе эти запахи, вкус и вид, стали, вот этот бургер, который у вас на экране, он не вызывает у меня хороших ощущений, мне вспоминается, это всегда бургер обычный, мясо, это я цепочку сразу вам рассказываю, все это в моменте происходит, хоть он и веганский, но я-то вижу, то мясо, которое было там раньше, а значит, это мясо, это кусок трупа, убитого животного, сразу я вижу, это убийство, это страдание, и все по кругу, да, вот, поэтому я, допустим, это неприемлемо, мне не нравится, одно дело, я говорю, да, веганская кулинария, не имитирующая, то прошлое, тот трупажорский мир, который сейчас у других существует, или твое прошлое, да, это здорово, я люблю вкусно пожрать, конечно, тут просто весы, каждый в свое, нет нормальной кухни, да, может даже и нет возможности, какие-то ингредиенты покупать, я там не исследовал, потому что там подпишешься на какой-нибудь кулинарный, веганский блог, так, надо это, 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 где это взять, у нас это особо не развито, он там может что-нибудь понаговорить, вот, может когда-нибудь буду посвободнее, и желание побольше это делать, да, вот, такое я, конечно, приветствую, это здорово, да, вот, делать все это, да, то же самое веганское мороженое, не в плане, что оно тебе напоминает прям молочное мороженое, а что это просто холодное, что-то застывшее, и когда летом хочется там охладить, да, ну я спокойно, у нас нет какого веганского мороженого, я сам ел, ну я спокойно могу себе отказать в этом, я уже мороженое сто лет не ел, да, ничего, можно ягодное, уж ягодное, у нас продают тут опять пример аналогов, да, ягодное есть, причем в детстве их многие, и потом, и даже любой труппажор бывает, берет ягодное, там у нас это, кто знает, такой стаканчик всю жизнь был, до сих пор распроизводит и есть, я их вижу, ну я как-то редко покупать сейчас стал все это, вот, даже эти ягодное мороженое, вот, потому что по большей части хочется что-то холодное, нет, ну конечно, у сливочного опять есть свой вкус, я говорю, ну я вот против этого, я сколько говорил, против для себя, я говорю, для других, я не знаю, просто у меня тоже, я им вопрос задаю, слушай, а у тебя есть это, ну мы все просто как бы одинаково, ты что с этим делаешь тогда, забиваешь просто на это, можно забивать, ну зачем, я терзаюсь, если она не терзаюсь, ну пожалуйста, я терзаюсь, я не хочу, чтобы в этом мире, в будущем мире, когда все сотрется и все это уйдет, да, и мир превратится в царство любви, и Бог нам сотрет всякую слезу, и всякую ненужную память, да ради Бога, да, будут эти все вкусы, они уже ни с чем, и сыр с ним, потому что этого в мире не будет, пока это есть, я, ты, мы знаем об этом, я как-то против этого, вообще не хочется этого, чтобы это даже близко было, чтобы это кто-то, я, когда мне там друзья начали тыкать, типа, да что ты, ну что мы там шашлычка у тебя пожарим, к тебе приедем, я говорю, вы что, во-первых, помимо того, что я там все это запрет, я говорю, да я даже не хочу, чтобы соседи даже что-то там почувствовали, тем более все знают кто, и что это такое, так это, это трупажоры мне там друзья, которым я ультиматум всем поставил, там для приезда гостей ко мне, ну хорошо, собрались веганы на тусовку, я вот представляю, ко мне тут приедет, и тут шашлыками, каким соевыми за километр воняет, они же не поймут, что это соевые шашлыки, будут думать, о, вон там шашлычок жарит, нет, поэтому, поэтому говорю, вот это все, мне кажется, веганы должны убрать из своей жизни, чтобы никого, никаких намеков, это я сейчас взял, я живу на открытой местности, земля там, дом, ну пусть это квартира, вы какой-то, это может быть, около дня рождения, может кто-то веган собрал, но пришли какие-то там дальние друзья, друзья или свадьба, все это какая-то большая, у вегана, у вегана обязательно должна быть веганская свадьба, с веганским питанием, да, я имею ввиду, может гости и трупажоры, вот, да я бы специально, не дел бы этих никаких аналогов, пусть жрут, что хотят, вот все веганское сделано, интересно, и пусть жрут, не хотят вольного воли, не трупажоры, которые еще капризны, на свадьбе не нужны, не нужны люди, которые со мной сорадуются, событием бытия, вот, конечно, те, кто рабы, системы, даже своих семей, там, а, ну как же, я этого не позову, ну, пожалуйста, я говорю, я свободен по жизни, все это решаемо тогда, когда ты станешь свободным во всех сферах жизни, все решаемо, хотите приходить, нет, мне тогда ничего не надо от вас, вот так вот, поэтому по поводу, почему делают, я ответить не могу, вот, ты от написал, он как бы, если он про других еще, это да, это одно, в конце он сказал, что вот, переход облегчить, да, вот, он вот здесь ничего не сказал, про эту ассоциацию, разновкусы этих продуктов, хорошо, это, да, кто еще скучает, ну, как бы, сослался на это, кто скучает, ну, может быть, и тех, кто все-таки перешел, скучает сам, и кормит других, да, кто скучает, я говорю, это все такое, надо как бы, от этого скучаешь, не скучаешь, если ты по-настоящему стал веганом, там не до скуки, у тебя любовь всегда, любой аргумент в пух и прах разобьет, и ты даже скучать не будешь, боль того, как я рассказал, вот у таких, как я, и я таких, много, мне кажется, ну, с кем я, с близкими просто общался, не со всеми до таких тем доходят, тема такая самая, можно сказать, последняя, вот, о чем можно было бы поговорить, даже среди веганства, да, ну, так, делились такими мыслями, по-моему, все говорили плюс-минус вот такое же, да, хотя, кто-то делал, ну, там из-за семьи вынуждены, вот, что-то это, кто-то эксперимент проводил, просто рассказывали, как все это делали сами, всякие там котлеты, да, вот, опять же, там, наверное, они не до конца, какие-то не до конца, там, кулинария тоже целая, этот, что-то напоминает до конца, где-то прямо и пытаются это все, сымитировать, да, прямо точь-в-точь, вплоть, одно дело напоминает вкус, да, я всем рассказывал, ну, кто всем не знает, но сейчас вот скажу, что у меня базилик, я не знаю, у кого как, а вот фиолетовый базилик, особенно, когда его добавляешь в рагу, у меня лично, он напоминает, он как будто вкус мяса придает, мне, я рассказывал, что мне даже это, вот у него приятный такой, фиолетовый базилик, я не знаю, каких базиликов там, сотни, наверное, тысячи, не знаю, уже сортов, я как-то полюбил этот фиолетовый, он, может, первый у меня был, вот, правда какой-то такой, он и сам по себе, не знаю, он придает какой-то нереальный вкус, очень мне нравится, рагу я всегда, и базилик выращиваю, собираю, на лето у меня он все есть там, причем не какой-то там опять в магазине, все перекрошено, все полными листочками, красота, вот, вкус очень прикольный, он действительно придает всяким рагу, прям нереальный такой вкус, но если его чуть-чуть даже больше, особенно, добавляешь, прям какой-то прям вкус мяса, что ли, начинается удивительно, и мне порой, я помню, переборщил или так, я думаю, как-то мне прям даже неприятно, то есть я тогда себе вот поймал на мысль, что мне неприятно, что мне эти вкусы, запахи, дают вот эти вот ассоциации, или воспоминания, как хотите, вот, и я не хочу этого, я, вон, достаточно этих роликов пишешь, общаешься по пожурами, говорю, вегану не доставляет все это, разговоры об убийстве, об эксплуатации, даже такое, как я, это делает только из любви ко всем опять, и к животным, и к людям, что все это уничтожить, все зло, да, истребить, ни деланьем его, вот и все, а так, вы думаете, меня от этого радость, от всего испытываю, вот эти ролики там записываю, все время говорить об убийстве, о трупожорстве, да, о зле любом, о любом зле меня, самого потом трясет, да, никакой радости от этого не испытываешь, вот так вот, вот так вот, тут, не знаю, что веганам сказать, каждый пусть сам для себя решает, наверное, если ему ничего, да, то ради бога, а если чего, то зачем это все надо, можно все без этого спокойно прожить, ну, вот так вот, такой вот аргумент, конечно, он тоже опять со стороны не веганов, убийств, трупожоров, просто ни о чем, веганская еда априори не может быть, никогда не была и не будет, цельно плодная, все эти крупы, никогда не будут дороже всей этой животноводческой индустрии продуктов, животноводческой индустрии, она не сходная, никогда не будет дороже, и уж кулинарии, все это когда-то, 2, 3, 10, по теории вероятности, ты замучаешься придумать эти блюда, сейчас все доступно, современный мир, что только можно с любого конца света достать, причем вот им тоже, но есть вещи дорогие, есть, а есть и даже с другого конца света, вполне порой конкурирующие, кто знает, у нас тут в России недавно был, тоже дурдом, у нас бананы в два раза дешевле, чем морковь стоила, в России, бананы по 79, морковь по 150, которые вон в каждой земле сама собой растет, ну и вот дурдом такой может быть из-за всех вот этих дуростей, вся экономика, что там брехни тоже все это, и манипуляции, управление, вот, а так по-хорошему, конечно, все это, вот, и по теории вероятности, возьмите из двух чисел, из трех, сколько всего можно придумать, из четырех, из пяти, и уж поэтому все это по поводу веганства, что это еда дорогая, скудная, да, неинтересная, и уж пожалуйста, действительно, ну уж если вам лично, при переходе личном на веганстве, вот, нужно, какие-то еще вот эти, наркотические свои, ломки пережить, пожалуйста, бог так все придумал, действительно, из растительной, это их не родной вкус, но он абсолютно аналог, там вот, продуктов зла, так назовем, да, в природе, вот, то все это можно сделать из растительной пищи, или все, у вас родственники, семью пытайтесь перевести, чтобы муж там, или жена, или дети не шумели, пожалуйста, действительно, все возможно, все можно, узнать, это опять никак не ударит по карману, потому что это все делается, опять же, из этих цельноплодных, всех дешевых аналогов продуктов, все вот эти, все эти котлеты, фарши, вся эта соя, она, что она стоит, ничего не стоит, покупайте ее, также, хоть опытом, я имею в такими, можно большими кусками заезжать, там, кульками, мешками покупать, вот, все это доступно, действительно, все можно делать, вот, в больших городах, действительно, все равно есть и веганские, магазины, и веганские кафе, куда можно сходить, из там по надобности, вот так вот, конечно, хочется верить, что все это будет развиваться, но все это будет развиваться, только при том условии, если веганов будет становиться больше и больше, вот так вот, так что, гоу-веган, до встречи в следующих роликах, сэконом, и веганские кафе, Субтитры создавал DimaTorzok